То, что свободных мест в зале не было, явно говорило о том, что встретиться с губернатором и задать ему свой вопрос хотел каждый житель Котласа. Одна из тем, поднятая на встречу, коснулась строительства на территории города мусоросортировочного завода, точнее целесообразности его возведения. Один из участников дискуссии высказал свое негативное мнение по этому поводу. К чему приведет размещение новой станции? Во-первых, задача правительства, которая ставит слово на обращение с мусором, это сокращение мест площадей, находящихся под мусором. Мы в городе Котласе увеличим. Но это один момент. А самый главный момент, наше население будет платить деньги за организацию новой станции, которую мы потратим впустую. Ответ Игоря Орлова был однозначен. Строительство мусоросортировочной станции в Котласе – это не прихоть местной администрации, а требование закона, согласно которому в течение этого и двух последующих лет в субъектах федерации, в том числе и в Архангельской области, должны начаться поэтапные запуски новой системы регулирования обращения с твердыми коммунальными отходами. Сидите в Волоколамске, спросите у людей, которым воняет, и дети болеют от болигонов, что им делать. Им можно было еще шесть лет туда отваливать. А у них дети болеют. Вы предлагаете это устроить здесь, что ли? Именно поэтому сегодня приняты федеральные законы, которые очень четко определяют, что обязаны в стране. Мы думаем о будущем. Мы не живем сегодняшним днем. Специально для нашего региона силами Московской ассоциации ЖКХ развития была разработана территориальная схема, согласно которой к 2024 году в области должны появиться как минимум 9 мусоросортировочных станций. В Котласе, Плесецке, Онеге, Вельске, Коноше, Мирном, Новодвинске, Няндаме и Каргополе. А также мусороперерабатывающий завод на Новой Земле. Во многих городах России уже появились подобные комплексы. Например, вот этот в Уфе. Отходы, которые подлежат вторичной переработке – картон, бумага, алюминиевые банки, металлолом, полиэтиленовые изделия – пакетируют в брикеты, пригодные для дальнейшего хранения и транспортировки. Никакого сжигания мусора и его переработки, как мы видим, не происходит. Аналогичную комплексу в Уфе мусоросортировочную станцию планируют построить и в Котласе. Естественно, с учетом всех требований и норм СанПина. И, конечно же, учитывая мнение людей. Оно в приоритете. К примеру, то место в районе Восточного шоссе, где проектировщики изначально планировали строительство завода, категорически отрицательно восприняли жители Южного микрорайона, высказав свое мнение на публичных слушаниях. Администрация это учла и с помощью Вологодского архитектурно-планировочного бюро нашла две новых альтернативных зоны под строительство станции. Первая – на улице Черкова в районе Котласского аэропорта, напротив от Вороткина КЗСК. Вторая – неподалеку от полигона твердых бытовых отходов, в районе пометохранилища Котласской птицефабрики. Именно этот второй вариант и поддержали жители города на очередных публичных слушаниях. А городские депутаты одобрили на сентябрьской сессии. Мы сегодня должны научиться и привить новую культуру обращения с коммунальными отходами. В ходе встречи от горожан звучали не только вопросы, но и обращения. Например, представители Котласской межрайонной организации общества инвалидов попросили губернатора оказать финансовую поддержку в создании сборника стихов. Мы составили от имени молодых авторов ходатайство на ваше имя и просим оказать вас посильную помощь в создании сборника стихов. Игорь Орлов пообещал оказать содействие и в качестве варианта предложил начинающим авторам написать грандовый проект. Сделайте нам проект, который мы через гранд продержим. Там наверняка сумма-то небольшая. Сколько вы хотите, чтобы это было? Мы хотим, чтобы вы вязали посильную. Сколько можете? Лично я? Мы сумму не озвучили. Нет, не лично вы. А, то есть, чтобы я выделил какое-то средство из бюджета? Да. Я забираю вашу бумагу и поручаю, чтобы... Спасибо. Представители Котласской хоккейной команды «Фрегат» обратились к губернатору с просьбой помочь в решении вопроса по строительству в Котласе крытой ледовой площадки. Тем более, как заверили родители юных хоккеистов, компания «Газпром» готова оказать содействие по возведению в городе спортивного объекта. Нужно только ваше обращение, соответствующее к нам. Мы вас просим составить обращение такое к «Газпрому». Где подписаться? Там сказали, соответствующее обращение к губернатору. То есть я должен зайти в должный образ. Депутаты сказали, что нам помогут. Приемную и так далее. Я сделаю, не переломлюсь. Встреча продолжалась почти два часа. За это время Игорю Орлову было задано около десятка вопросов, касающихся сфер ЖКХ, здравоохранения, образования и культуры. На все вопросы губернатор дал исчерпывающие ответы. После Игорь Орлов побывал на объездной трассе. В ноябре, когда приходила сдача объекта, глава региона не смог принять участие в этом событии. Губернатор оценил объем выполненных работ. Увиденным остался доволен.